добрый день друзья меня зовут валентин вы находитесь на канале в краснодар на пмж в данный момент в нашем обзоре для вас мы решили снять два дома по очень приемлемой цене первый дом 2 миллиона 250 тысяч рублей в предчистовой отделке второй дом 2 миллиона 550 тысяч рублей но уже с ремонтом мы находимся недалеко от города краснодар между краснодаром и станица елизаветинской в принципе садимся здесь на автомобиль и в городе краснодар мы будем через 10 минут сразу пробегусь по коммуникациям газа здесь нет ну за эту цену не удивительно что его здесь нет центральная вода и электричество а и а и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Пока мы с вами не прошли вовнутрь, сейчас я вам расскажу по преддомовой территории. Есть место, где поставить автомобиль как на улице, так и заехать во двор, там тоже есть где запарковать автомобиль. По преддомовой территории есть небольшой участок земли, где можно поставить лавочку, посадить тую, розы, тюльпаны, также черешню, пару деревьев, черешни, вишни. А сейчас зайдем вовнутрь и посмотрим. В доме два входа, мы сейчас зайдем со стороны кухни. Вокруг дома выполнена отмостка, также забетонирована площадка под автомобиль и сюда напрашивается навес. Вот из кухни мы выходим, делаем навес и мы на автомобиле сразу заезжаете во двор и машина сухая всегда. Что касается вообще данного строения, дом выполнен на ленточном фундаменте из блока, облицован кирпичом. Также есть декоративные вставки под окнами и выполнен цоколь поштукатурен. Крыша у нас металлочерепица, крыша металлочерепица, сделаны отливы, водостоки. В данном доме два входа и два выхода. Сейчас мы с вами зайдем в кухню-гостиную. Ну вот мы с вами находимся в кухне-гостиной. Как вы можете видеть, здесь электрокотел, электрическое отопление в данном доме, потому что газа нет. Но за 250 это, естественно, хорошо. Если бы здесь был газ, плюс 300-500 тысяч, соответственно. Это у нас разводки на батареи, отопление, выполнены из металлопластика. Также по дому раскинута электрика. Как вы можете видеть, на потолке электрические провода и выходы уже под розетку. Данный дом в предчистовой отделке и соседний уже с ремонтом. На полу выполнена механическая стяжка полусухая. Она уже готовая. То бишь мы можем уже стелить либо ламинат, либо плитку, либо паркет, кто на что гораст. В данном доме кухня-гостиная 24 квадратных метра, санузел у нас 4,5 квадратных метра и две комнаты по 10 квадратных метров. В принципе, это хорошая двухкомнатная квартира в городе. У людей некоторых встает вопрос, что им купить. Либо квартиру, либо небольшой домик. Ну, кто-то предпочитает жить на земле, кто вырос на земле и немного у них денег. Вот они покупают домики небольшие, 65 квадратных метров. Это второй вход, откуда мы заходили. Здесь напрашивается какой-то козырек, чтобы из машины вышел. Здесь, допустим, остановился, вы прошел сразу под козырьком, зашел в дом. Коридор широкий, просторный. В принципе, вы зашли. Здесь можно поставить какую-то разуваться для обуви, вешать вещи. И сразу проходим. Здесь спальня 10 квадратных метров. Хватает с головой. Вторая спальня тоже 10 квадратных метров. Санузел 4,5 квадратных метра. В принципе, в обычных квартирах в городе санузлы все по 4 квадратных метра. Если меньше, уже неудобно. Когда санузел от 4 квадратных метров и выше, у вас спокойно встает ванна, туалет, раковина и стиральная машинка в санузле. Если санузел, допустим, 3 метра квадратных метра, то у вас уже, скорее всего, машинка стиральная не встает. И вам приходится либо выдумывать что-то, либо переносить стиральную машинку на кухню. Ну что, пройдемте с вами. Теперь посмотрим с ремонтом дом за 2 миллиона 550 тысяч рублей. А вот мы с вами возле второго дома. Они находятся рядом, естественно. А он уже с ремонтом, повторюсь, 2 250. Данный дом угловой. Для кого-то это плюс, для кого-то это минус. Кому-то очень нравится. Сейчас мы пойдем и посмотрим, как выглядит ремонт в данном доме. Как вы можете видеть, дома полностью идентичны. И придомовая территория, и дворы полностью одинаковые. Здесь также выполнена отмостка, забетонированная площадка под автомобиль. Также здесь ворота. Откатили. Автомобиль ваш заехал. В том доме все точно такое же. Также выход из кухни-гостиной на улицу, под которую так и просится козырек. И с вами сейчас пройдем и посмотрим, как выглядит ремонт в данном доме. Ну вот мы с вами попали в готовую кухню-гостиную. Что мы с вами видим? Покрашены стены, на полу керамогранит, витражное остекление. В последнее время стало модным, и в новых домах практически во всех делают какие-то витражи, потому что больше света в дом попадает, у нас в Краснодаре тепло. И чем больше света, в доме уютнее. Также уже выполнен фартук. Здесь будет варочная поверхность, мойка. И можно, соответственно, котел обыграть шкафами. Все это закрыть, задекорировать. Этого всего видно не будет, естественно. Мы с вами сейчас пройдем в прихожую. Уже готовую прихожую. Стены покрашены, двери вставлены. Здесь, как я уже говорил, в предыдущем доме, можно сделать какую-то вешалку, раздеваться. Точечные светильники на потолке. В комнатах лежит не керамогранит, а ламинат. Секционные радиаторы уже подключены. В котел набираем воды и подаем, отопление в доме будет. Что касается цен на отопление, то разницу между подключением газа и электричества. Дом 65 метров квадратных, он немного потребляет электричество. Ну, на отопление, естественно, потому что он маленький. Плюс мы живем в Краснодаре, у нас зимы не сильно холодные. Ну и отопительный период короткий. Поэтому разницу между подключением газа в Краснодаре за 300 тысяч рублей и электрическим котлом, вот эти 300 тысяч рублей, разницу вы будете отбивать в 15 лет. Поэтому подключать вам газ или нет, это уже ваш выбор. Вот так выглядит у нас санузел. Это душевая кабинка, бюджетная раковина, туалет. Также висит бойлер. Также висит у нас бойлер. Ну и под бойлером, соответственно, выход под стиральную машинку. 32 канализация. Спальник ламинат, стены покрашены, все чисто, красиво. В принципе, заходи, вешай спецсистему и живи. Ну, сделать, естественно, там во дворе какую-то придомовую территорию. Но за эти деньги, повторюсь, это очень выгодное предложение. Ну что, друзья, давайте подытожим. За данную сумму денег это очень выгодное предложение. Почему? Потому что в городе уже за 2 миллиона сложно что-то найти. Если вы сейчас откроете Авито, вы, конечно, найдете в центре города Назиповской на 10 сотков 300 квадратных метров за миллион 300. Но это все фейки. Это не существующее объявление. Это альтернатива на комнатной квартире. Допустим, в хорошем районе в городе Краснодар с ремонтом однушка будет стоить как дом в пригороде Краснодара. Это вам на заметку. В районе немножко похуже. Двухкомнатная квартира стоит как дом в пригороде Краснодара. Итак, друзья, если вам понравилось данное предложение, то контакты собственника мы оставим в описании. Можете звонить напрямую и с ним договариваться о встрече, приезжать, смотреть. Но если вам данное направление не нравится, конкретно Елизаветске, а вам нужен дом, допустим, в Знаменском, наши контакты в описании. Обращайтесь, оставляйте заявку. Там наш номер WhatsApp. Заполняйте, и мы вам подберем дом либо в Знаменском, либо в Корсунке, либо в Елизаветинской, где вашей душе угодно. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы в комментариях. Всем до новых встреч, пока!